всем привет дорогие друзья сегодня я бы хотел вам сделать обзорчик такой небольшой на одну штучку сначала краткую предысторию расскажу отец у меня сидел за компьютером увидел рекламу в яндексе всякую всплывающие там была камера судя по тому как он не говорил там супер пупер камеру не отец занимается рыбалкой вот там это как реклама была такого плана что эта камера для рыбалки который можно опустить посмотреть все как бы вот и заказала на себе но ребят теперь посмотрим что пришло отец когда увидел то горчился еще расстроился заказал ее если я не ошибаюсь что это в районе двух наверное двух с половиной тысяч рублей вот но по идее ну то есть как по факту пришло вот такое вот ну как бы здесь если посмотреть до спорткам waterproof 30 метров погружения подводу если представляете вообще full hd 1080 ну такое такое так но что я могу сказать вам по коробочке по коробочке здесь сзади характеристики написаны камеры сбоку здесь у нас нарисовано что идет с ней в комплекте это бокс различные крепления здесь нарисован у нас как это все может выглядеть сборе но если это все прикрепить и собрать тогда тебя то откроем и посмотрим что то сейчас сейчас все покажу но я уже естественно не открывал как бы отец получил первые так сказать незабываемые впечатления больше с покупками по такой рекламе он завязал так с камеры еще прислали ну как как в подарок не в подарки не знаю вот такая флешка была kingston на 2 гигабайт но в принципе фирма то неплохая флешка не скоростная но тут в принципе и не нужно надо такой камеры вот что у нас еще здесь здесь у нас вот такая небольшая но это как и инструкция идет скажу вам так на русском ни одного слова так что так что будем разбираться кстати здесь вот так наглядно нарисована картиночка то есть как собирается полностью но всякие приколюшки которые идут с камеры сейчас я вам покажу это все то есть для тех кто там может не понять как что куда крепить и прикручивать здесь все нарисовано но я на всякий случай открою это вдруг мало ли я тоже не пойму с такой-то камерой камеры вот так у нас была она идет сразу в боксе то есть бокс бокс довольно таки блин прочный идет до что как бы меня прям это удивило все так четко закручивается все так четенько застежка такая бокс довольно таки плотным прям прилипает то есть когда его открываешь он ну очень герметичен на вид по крайней мере я конечно на 30 метров подвод не опускал но не знаю может быть и выдержит то такое уже это надо проверять камера камера просто ультра легкая то есть держали в руках коробок спичек ну примера мне кажется это будет одинаково по веса но что легкой зато как бы снимать не устанет рука то есть свои плюсы во всем надо искать что мы здесь имеем здесь у нас такая крышечка открываем и здесь у нас стоит аккумулятор так специальный язычок для удобства чтобы доставать аккумулятор музыкальная пауза так здесь у нас стоит аккумулятор смотрим что за аккумулятор но модель чайна естественно как бы на 900 миллиампер часов тут написано аккумулятор идет аккумулятор довольно таки легкий как вот из коробка спичку достать вот ну примерно столько же весит а в целом ну поэтому как получать что как коробок вот аккумулятор мы вставляем мы еще дальнейшем и включим но крышечка такая ну то есть если вы не капните воду без бокса ну скорее всего вам придется сразу брать новую камеру думаю так вот все закрыли так все плотненько кнопочки но здесь здесь спереди у нас идет кнопка включения сверху идет у нас кнопочка записи ну и сбоку как вверх вниз это настройка зума вот с другой стороны мы видим вход под карту вход под зарядник но под кабель то есть как бы в принципе в принципе с камерой пока все смотрим что идет у нас в комплекте в комплекте у нас идет вот такой вот проводок кстати не блин ну довольно таки длинный сколько на полметра как бы я думал будет какая-то электронной зажигалки сантиметров 10 вот еще здесь у нас есть вот такое крепление кстати много здесь целый кейс как будто мне дали всяких креплений так вот такое крепление но это клеить куда-то можно приклеить на шлем также бокс ну сюда просто вставляется вот так вот и все ну как бы выглядит выглядит все довольно таки прям знаете так просто я не буду пристегивать пока просто наглядно показал вам так что у нас здесь смотрим я сейчас сам не открывал и даже не смотрел просто посмотрел камеру как бы и все так здесь у нас какие-то липучки клеить на к чему-то вот такая вот есть такой ремешок тоже короткий только я не знаю на что это одевать не знаю надо будет надо быть подумать в этом плане возможно для крепления на руку наверное скорее всего да но вот у меня если руках огромная как бы блин ну ну то что чай постоянно банк одну неплохо наверно прикрепить на худую руку неплохо смотрим дальше дальше у нас все вот такие всякие штучки идут вот такого плана тоже как крепление здесь с винтом то есть этому дальше скорее всего сейчас посмотрим что тут у нас да здесь есть такое крепление что из себя представляет но это это для штатива я так понимаю сюда вставляется камера не той стороны вставлял на получается да вот так она вставляется снизу наверное думаю это выглядит вот так вы можете вот так собрать и прикрутить к штативу здесь и сверху и снизу то есть пожалуйста как вам угодно как вы придумаете использовать это так вы можете это использовать смотрим что у нас есть дальше дальше кстати довольно таки неплохая штука это крепление на руль на велосипед на мотоцикл в принципе тоже блин ну выглядит знаете крепление тут как бы цена камеры такая что даже эти вот крепление мне кажется стоит примерно той суммы на крепление всем как бы все четенько все здорово болтики винтики ну не хлипко нормально специально еще здесь так делал так вот резиночка подкладывать ну как бы до собирается у нас вот такая штучка укрепится на руль я думаю нормально у меня у друга тоже есть китайская камера как бы мы катаемся он снимал не я вообще бы не сказал что там ужасное качество со звуком до звук там ужасный тем более если от мотоцикла там грохот треск там по сути звук это как такового и не слышно ничего вот ну а так крепление в целом неплохое то есть ништяков блин с этой камеры дают нормально на первое время то есть вообще я советую если вот цена этой камеры до 1200 рублей на алиэкспрессе я вообще советую если вы думаете да нужна ли вам вообще камера этого вы задумались таким вопросом да и покупать сразу за 40 тысяч камеру ну чтобы пользоваться ей там я не знаю один раз в год ну это не актуально может быть вы думаете что вы будете чаще пользоваться я бы для начала посоветовал вообще купить вот такую за 1200 по сути ну в наше время 1200 это не такие огромные деньги вот здесь сразу плюс все есть то есть если вы берете какую из камеру вряд ли с ней будет столько всяких креплений сколько всяких ну приколюк на те же самые крепления на руль здесь как бы это все уже идет в комплекте и всего лишь за 1200 рублей вы купите себе такую камеру попробуйте поснимаете вообще вообще нужно ли вам это может быть вы три раза снимете и скажете но ну и как с камерой что без камеры как бы разницы нету вот так что так что я ну как бы советую на первое время допустим попробовать можно давайте попробуем включим вообще посмотрим что она из себя представляет музыкальная даже играет музыка когда включаешь так но он пишет нам что камера севшим я сейчас подключу ее к заряднику подключаем здесь у нас загорелась лампочка зарядки так ну зум сразу сразу включается камера но я не вставил флешкарту мы обязательно снимем покажем вам вообще в целом как она снимает там будет вставочка ребят посмотрите кому интересно то есть ну я бы не сказал что прям плохое качество ужасное там нет не это не так четырехкратный зум принципе неплохо посмотрим здесь настройки настройки всякие не конечно не такое огромное количество но есть вот микрофон можно включить выключить знак времени отображать или не отображать качество то есть вга 720 1080 но разрешение можно установить разрешение ваше вообще full hd 1080 здесь на камере ну как вот мы его выбрали смотрим еще что здесь настройка так язык язык здесь очень много языков китайский английский точно хрюху фор на любой как говорится вкус можно включить так чистота съемки 60 герц либо 50 герц то есть ну естественно убираем 60 вот ну а так в целом все работает по моему все снимает качество съемки вам покажем когда камера включена кстати здесь горит зеленый огонек и кстати вот на этом крепление которое для допустим штатива какого-то или чего-то здесь специально есть прорезь когда стоит камера чтобы видели если горит зеленый огонек из камера включена чтобы это было вам видно вот ну вот такая вот камера за 1200 рублей как бы да но мы моему отцу конечно она обошлась дороже но всякое случается так скажем вот а так в целом ребят ну я говорю для тех кто хочет попробовать вообще приобрести камеру и начать что-то снимать ну то есть я бы приобрел наверно не такие огромные уж деньги поверьте что там она не стоит 30-40 тысяч как бы то 1200 рублей для пробы я бы себе такую купил ну что ребят давайте на этом наверно мы будем закругляться в принципе я вам все показал всякого много с ней дают у целая коробка как бы я думаю но это немало немалого стоит я говорю тут вот только всякие эти крепления бокса наверное этой цены стоят тысячи рублей вот но на этом наверное хочу закончить ребят я надеюсь вам понравился мой обзор по этой камере не забываем подписываться ставить лайки ставить колокольчики ну и ребят всем пока пока пока